Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Друзья мои, прошедшие этапом ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Из той машины, где я приехал, там у меня чёрная книжечка, я бы хотел эту чёрную книжечку получить. Юрий Михайлович, вам, может, что-нибудь принесёт из моей машины. Я оставил чёрную книжечку, чтобы надо записывать. Я там просто так делаю. Я хочу подарить вам свою книжку о судьбе поляков в Сибирске. Я сам потомок и внук, правнук, отец репрессированных поляков в Сибирске. И просьба, подпишите мне книжечку. Василий Антонович Халевич. Пожалуйста. Спасибо, Александр Иванович. И Левович, Иванович. Немел Саниславович. Немел Саниславович. Пациент расстрелян. Поповичу. 25-й номер. Аргументы и фаспорт. Там телефон был забит. А вы можете мою семейную иллюзию подпишите? Сын мой в 13 лет прятал в ваших книгах. Да что вы говорите. Михаилу фаспорт. Но в 13 лет сейчас ты ему уже взрослый. У Михаила Людмилович. Ну как хотите. Вот в пространстве. Вот он в пространстве. Вот он в диакон. Вот в белом месте. Николай. Вот в этом месте, где белопространство. Он в диакон. Только что кончил семинарию московскую духовную. После политикусской института. Спасибо. Кому? Михалёва Аркадьевна. Имя и отчество. Аркадий Николаевич. Аркадий Николаевич? Михалёв. Аркадий Николаевич Михалёв. Тут что-то есть. Одна квадрата первая, да? Может быть даже коммуненочке нет. Тут что у меня тоже какие-то, пожалуйста, кучка же. Это ты подписывать или... Да, подписать. Подписать хочешь? Александр Александрович, Надежде Яковлевне Сергеевой. Генеральному директору нашего музея, под крылом которого мы и создаём этот музей. Благодаря, так сказать, её энергии, пониманию. В общем-то у нас сделано то, что пока ещё сделано. Хоть начало бы сделано. Нет, у вас много сделано, вы хорошо продвинулись. Наш экспонат музея. Так, кто-то передал. Ну просто музей вашим. А как будет называться ваш музей? У вас музей называется... Томский музей... Нет, музей политической истории. Томского музея... Нейший, это Ватья Товарыча. Политический. Политический. 20-го века. Он по-разному ещё. Музей, мемориалы... 20-го века добавлено. Ну пока пусть будет так. А правда? Политическая история 20-го века, мы меньше всего её и знаем. Какой хотите век, вам специалисты найдутся, а поэтому нет. Насколько на таком музее ещё не было в России? Специально посвящён... Молодцы, молодцы, молодцы. За исключением вам Соловков, естественный музей. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. Встреча с Александром Михайловичем мемориалом. Нет, нет. Нет, всё. Мы здесь. Да, пожалуйста. Сейчас он подпишется. Не мелочи. Не мелочи. Не мелочи. Можно просто... Нет. Нет, зачем. А попробуй не было. Нет. Всё, приятный. Я же... Я же... Я же... Я же... Сколько... Сейчас. Мы из коридора не вынимемся сейчас. А мы тогда уж в космос так угоняли свою силу, энергию, потому что нельзя было, например, тем же мемориалом заниматься. И вот, значит, такая ситуация. В поздний вечер я ищу своего пацана Михаила. Ему было лет шесть. Вылажу я, значит, на Косогор, там крутой берег, длинная скамейка. Вся наша университетская элита, приникла партийная элита, слушает. Думаю, что они там слушают? Конечно, голос Америки. Выступление Солженицына. Известное. Да. Замерли все. Ну, я тоже стою слушать, пытаюсь, мне не слышно. И вот вы кончаете говорить. Мгновение тишина. Ну, а потом, знаете, уши у всех повянут. Если я перечислю, что они кричали друг перед другом. Видимо, чистят друг друга, что слушали голос Америки. Мерзавец, негодяй, шпион, власовец. Ну, в общем, знаете, всего не перечислишь. Вы не подумайте, что я смелая женщина. 75-й год. Вас выставили, вы первое выступление было. Америки я произнес одну антисоветскую, одну антикоммунистическую речь. И вот они и разразили, что он за кусок хлеба продался. Да. И, значит, орали они крепко. И у меня всякие тормоза, вот знаете, ну, потеряла власть над собой. Ну, вот бывают такие состояния. То есть вы не подумали, что я такая смелая. И я и вцепилась одна в бой с этой, со всей, значит, нашей элитой. Я говорю, что вы кричите, как на базаре. Он же вас не слышит, он вам не может ответить. Он за кусок хлеба продался и так далее. Я говорю, а вы, а вы? Вы же тоже продались. Вы как стали на вознасилие? Умер. Вы что с ним сделали? Что вы сделали с Худжащевым? Я же все была их не ученицей. Что вы сделали? Сделайте с Брежневым, когда он умрет. Ну, значит, кричу. Он гений. Вы его будете читать. Вы его будете почитать. Ну, тут уже, значит, дочка директора, в котором я работала, умница, вцепилась в меня, кричит, иди, у тебя Анечка плачет. На меня кричит, что ты мечешь бисер, здесь навозовы, сухотины. И всех прочих мне перечисляют. Ну, теперь они все на коне, видите, смело выступают. И вот я вчера думала, если я напомню ей, что она говорила в 75-м году, у кого будет инфаркт, у нее она разволнуется, мне дети говорят, у тебя будет. Потому что у нее ничего не будет, у нее совести нет. Вот теперь она уже обсуждает наше православие и решает, значит, какое лучше, зарубежное подчинение или наше. Потому что наше было с коммунистами связано. И как будто бы не они его пачкали и гоняли и так далее. Ну, вот так вот мы и жили. Ну, последнее было, это, значит, вот в дворники мы попали. Тут, значит, и во всякие разные порочи изгои. Ну, фаста был дворник, а я была так называемой подснежник. Это, наверное, термин вам даже не знаком. Вы сколько лет уже не были на родине. Это, оказывается, я потом долго выясняла, почему меня называют подснежником. Оказывается, нас начали увольнять на одной неделе. И есть все-таки закон, нельзя одну неделю увольнять обеих кормильцев. А у нас трое ребятишек. Тогда меня куда-то спрятали к геологам, объявив, что я занимаюсь не по теме института. Там я занималась физикой верхних слоев атмосферы, я научный сотрудник. А меня спрятали к геологам, которые недрами занимаются. И здесь я вроде как стала по теме. Тут я никому была не нужна, и они на меня смотрели, как на подснежник. Я думала, что это такое подснежник? Оказывается, ну, как бы я незаконная, что ли. Вот говорят, девки непутехи, бросают своих детей, новорожденных прячут снег. И когда снег по весне растаивает, то обнаруживаются вот эти новорожденные дети. Ну, почему меня сравнивали с этим, с подснежником, я до сих пор не поняла. Ну, вот такое было сравнение. Ну, и потом уже сейчас, значит, просто выгнали на минимальную пенсию, и все в порядке. Наука в Советском Союзе никому не нужна. Вот, тем более у нас здесь в Томске. Ну, вот так вот мы и жили. Вот, и всегда ваш портрет был у нас. И, конечно, ну, сердечно нижайший поклон вам, что вы были. Вы представляете, вот все думают по-другому. И тебе страшно, а вдруг ты в чем-то ошибаешься. Ну, почему мы такие вот уроды не так думаем, как все? Вам вчера тоже одна женщина об этом говорила, я, к сожалению, ее не знаю. Вот, конечно, вы правильно отметили, далеко не все на Руси так плохо. Когда изгнали Уфаста из университета, когда вот так на нас обрушились тут, это был процесс тоже почтения Солженицына, понятно, да, тогда получили двое по полтора года, Чернышов получил три с половиной года, и, значит, одному полтора года было психушки. За ваше произведение, у которого... Нехорошо делал, что распространял. За размножение... Вот это отсидел только именно за это. За два экземпляра. Ему еще уголовную статью приписали... Как она статья-то была, Толя? Ну, 190. Хранение оружия. Запрещенный промысел. Запрещенный промысел. За вашу книгу кому-то сделал фотокопию, банку меда, например, взял. Кто-то ему дал, знаете, два метра ламли за вашу книгу и баночку клея ПВА. Ну, в общем, ну, это все смешно перечислять, знаете, за что и как. Там казенный резак использовал для обрезания краев. Что я бы еще хотела сказать? Вы были правы в том, что, ну, далеко не все на Руси так плохо. Конечно, в той ситуации очень было горько. Ближайшие друзья напрочь отвернулись, перестали нас замечать. Кто-то имел смелость хоть где-то там руку пожать, даже спросить, не надо ли чем помочь. Но были люди, которым мы бесконечно благодарны. Вот представляете, вот Стромберг подходил к вам. Эльзар Минна его дочь, Познер. Сколько они нам помогали. Это, ну, самым удобным и неудобным образом. Вот даже само ощущение, что вот есть люди, которые готовы помогать, уже тоже помогала нам. Вот. Ну и что хочется сказать? Конечно, если бы вы возвращались... Солженицына, скажите, как нам он помогал? А? А в фонде Солженицына... А, это особая статья. Ну, это мы писали письмо уже, рассказали. Конечно, если бы вы возвращались и в ссылки, и из тюрьмы, то вы бы прошли через нашу квартиру. И почему-то КГБ этого не знало. Вот вся ссылка прошла, и вы знаете, у нас даже обыска не было, когда этот процесс прошел. Они чисто интуитивно, фаста, вот выгнали с работы, и все, не нашли ничего другого. У нас не было даже обыска. Все книги ваши мы, правда, прятали. Правда, хорошо прятали. Даже под грядку навозную, значит, запаковали, спрятали. Не хотелось отдавать, с таким трудом все добывалось. Ничего у нас не ушло в КГБ. У нас в КГБ ничего не ушло. Ну, и, конечно, с первых дней наш мемориал, вот, ну, мы сразу с первых дней в мемориале. Очень немного, но сразу образовалось хорошее ядро очень порядочных людей. Мы понимали, что так жить нельзя. Должны вот эти все репрессированные люди, ну, хоть на момент почувствовать себя равноправным, что ли, что вот он не враг. Вот это весело висело, все время висело. И вот, значит, конечно, ну, здесь почему так народ очень упорно хочет вас видеть и благодарить, потому что все-таки четыре раза мы получали солидные суммы денег из вашего фонда, огромную гуманитарную помощь. Мы имели возможность многим помочь и до сих пор потихонечку, конечно, еще помогаем, раздаем и помощь, и деньгами, особенно вот на похороны сейчас очень сложно. В общем, низкий вам поклон. Спасибо, господи вам. Подождите, у меня, подождите, пожалуйста, простите, значит, я буду ввести, я уже вижу, кто. Я вам предоставлю слово. Можно, значит, сейчас, ну, каким-то образом ввести. Я одну фразу скажу, Александр Исаевич, вот сейчас очень много немцев уезжает в Германию, это хорошо известно. Значит, вы не думаете, что немцы, которые прожили здесь 200 лет и более, не являются патриотами этой страны? Я не думаю, да. Вот, они тоже патриоты страны, но когда они уезжают, они очень часто руководствуются положением, я знаю тех близкие мне люди, которые уехали из Библии, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Ну, известно такого, да. Значит, то есть, это известно из послания евреям апостола Павла, так, когда это самое, и так будем через него непрестанно приносить Богу жертву и хвалы. То есть, мы ищем Вышнего Града. А сейчас я просто продолжу. У нас Кащеев на очереди. Так, он один из наиболее активных, со-руководителей мемориала нашего. Ну, я, в общем, участвую в деятельности мемориала с самого начала. И, значит, все мы, в общем, вышли примерно из того же круга, о котором рассказывала Нина Поликарповна. Так уж случилось, что вот этот круг читателей, самоздатчиков, те, кто знаком был с Вашими произведениями, такими как Архипелаг, ГУЛАГ, Бадал, Сетиленок с дубом у нас ходил, значит, все они, не все, но частично, пришли именно в мемориал. Так получилось. И вот я не знаю, вот фраза, которая мне запомнилась из одного Вашего произведения, в традиционной, может быть, манере написанного, но очень мне дорогого. Раковый корпус. Злой человек насыпал табака в глаза макаки резус. Ну, казалось бы, вроде, так сказать, к слову, к месту не относится. А ведь между тем, эта фраза, которая меня когда-то защемила, вот она мне запомнилась. И, возможно, она к какой-то мере нас подстегнула. Значит, что соединяет? Соединяет все-таки идея служения. Практически никто у нас в партиях не состоит. Значит, никаких благ мы не имеем. Значит, материальный уровень, ну, я возьму на себя смелость говорить за других, здесь невысокий, когда нужен человек с машиной, в мемориале такого нет. Значит, люди в основном пожилые. Значит, я один из самых молодых, хотя мне 44 года. Значит, поначалу это была история. Вот Борис Павлович, значит, Василий Ханевич, там был Игорь Кузнецов, так сказать, много делали. Это были сенсации. В то время это действительно, значит, ну, действовало, значит, как-то вот оглушительно. Со временем, значит, пресыщение произошло. И тогда акцент сместился вот на правозащитную деятельность, тут Николай Кандема выступит, и на благотворительность. Правозащита, а благотворительность тут, вероятно, Александр Исаевич, вы хорошо знаете, так сказать, что это все делалось во многом через фонд Солженицына, хотя и не только, но и через фонд Солженицына. А вот правозащита у нас отличается от той, которая была. Тогда правозащитники просто отстаивали в первую очередь право заниматься политикой, значит, свобода передвижения и ряд других вещей. Здесь же вот началась просто изнурительная борьба за права маленького человека. Значит, вот тот же Кандейба участвовал в процессе вместо адвоката, общественного представителя. И действительно из 17 процессов, ну, 14 с некоторой натяжкой можно считать выигранными. Это Кандейба провел. Значит, еще раз подчеркиваю, речь идет о людях, которые никогда не войдут на газетные страницы. Это мы делали. Благотворительность – это вообще море. Вот тут не на поликарповна, конечно, так сказать, подвижница, слов нет. Значит, речь идет о массе людей с разными моральными качествами, хотя все они репрессированные. То есть тут и жадность, и все что угодно. Было это? Все было. Но, тем не менее, вот именно этим занимались. Сами мы разные в общем и целом. Раньше это был действительно монолит. Вот где-то с 3-4 октября тут начались проблемы. Мы, в общем, с трудом спасли наше общество из-за разности взглядов. В общем-то, это все публика из разряда демократов, скажем так. Мемориал… То есть правозащитный круг. Да, в какой-то мере так. Ну и еще и другие. Правозащитный круг, конечно. В целом мемориал наш, правозащитный, входит в наш мемориал. Это составная часть. Мы историка просветительская, правозащитная и благотворительное общество – официальное название. У нас историка. Как касается национал-патриотизма, он, видимо, употребляется главным образом, чтобы парировать косвенные обвинения в адрес демократов. Что раз демократ, значит, не патриот. Значит, тут хитрости идут. Ну и главным образом, так сказать, мы отвергаем вот эту идею, значит, объяснения истории при помощи джедомасонского заговора. Вот это отвергается. Значит, а что касается, так сказать, отношений, то основано все на максимальной терпимости. При разных, в общем-то, взглядах, которые, значит, есть и исповедуют. Я, в частности, считаю, что хоть плохо, но, значит, Гайдар, Чубайс как-то начали реформы. Раньше их вовсе не было. Значит, назад ходу – нет. Вперед, значит, какой ценой? Значит, фактически цена такова, что, значит, будешь платить столько, сколько придется. Значит, не можем мы назначить эту цену. Значит, куда? На месте? На месте – это взрыв невиданной силы. Это примерно то, что на Украине. И вот такая вот ситуация. Значит, естественно, жесткое недовольство. Недовольство тем, что совместили ветвие власти, исполнительные, представительные. Но, значит, я не вижу ничего, альтернативы не вижу. И вот с тяжелым чувством. И еще один вопрос, который я хотел бы задать. Я считаю, что куполина от старого режима будет отрезана тогда, когда впервые разгласят архивы о, значит, агентах, органах, которые до сих пор, по-моему, насыщают буквально всю, значит, структуру общества. И от которых, вот от этих бесов огромное количество беды, измерить которой не дано никому. Вот если бы архивы были раскрыты, агентуры, я думаю, так сказать, это радикально оздоровело бы обстановку в обществе. И хотелось бы знать ваше мнение, вот на этот счет, поскольку существует разное, но у меня все. Так, значит, здесь просьба так. Сейчас будет говорить, подожди, Николай Кандыба, потом Нинал Станиславович, потом вы хотели еще, но очень, вы уже имели, попрошу крайне. Да, я коротко. Крапко, да. Ага. Так, все понятно, да, пока? Вы мне подаете знак, я вам перемидиваюсь, и это самое, все будет. Пожалуйста, Кандыба. Сопритетали у нас мемориалы. Значит, в 88-м году у нас в Томске образовалась первая неформальная организация. Это она работала в Примирситете. В этой организации нам удалось, в общем-то, создать, вернее, сдавать первый неформальный сборник, это вестник СССРП. То есть у нас называлась организация «Союз содействия революционной перестройки». То есть мы еще в 88-м год, понятно. Еще верили в СССР. Да, мне выпало честь издавать такой первый неформальный небольшой журнал. Порядка 20 экземпляров, 300 экземпляров, максимум 300 было. Семь номеров всего вышло. Это вот вехи. Потом на базе вот этой организации неформальной был создан фактически мемориал сам. То есть оттуда выходцы были именно, то есть отпочкование пошло в все стороны. Значит, дальше процесс развивался уже в мемориале, то есть была создана там секция защиты прав и свобод лиц, преследуемых за убеждением. После этой секции была перерождена уже в правозащитную секцию. Ну, где-то с 89-го года я включился вот в эту секцию. Ну, конечно, до меня были люди. Вот Николай Кощеев там, Игорь Мигалкин здесь, по-моему, присутствует. Это один из родоначальников нашего правозащитного движения, я считаю. Отдать она должное ему за это. Значит, с 90-го года так получилось, я избрался депутатом Томского горсовета. Значит, и по моей инициативе была создана комиссия по правам человека при Томском горсовете. Почему это произошло? Я считал, что общественная вообще-то работа, правозащитная, она будет уходить только потому, что политические права и свободы некоторые мы получили. То есть мы уже переходим в стадию нормального процесса развития, как бы здесь. Политическая сторона, значит, она как бы уходит уже. То есть она смывается. Вот эта первая волна, она была. Это диссидентское движение. Это тончайший слой. Значит, потом пошел наплыв от официальной структуры и так далее. И все потихонечку стало утихать. То есть нужна была официальная структура по правам человека. Вот отсюда корни коррупции, мафии и так далее. Вот я считаю, правозащитное движение должно развиваться. Только этот путь спасет, я считаю, Россию. Только этот путь. Иного пути я не вижу. Эволюционный путь, который вы вчера сказали в университете, я согласен. Но он растянется на два-три поколения. Правозащита поможет в этом отношении сократить этот путь. Как можно короче он будет. У меня все. Нинал Станиславович. Попович. Попович. Попович Нинал Станиславович. Вы в своем первом томе, архипелаг ГУЛАГ, рассуждаете, что всеобщая невиновность породила всеобщую безактивность, бездействие. Миллионы людей арестовывали. И можно было правильно, значит, что их там и шины прокалываете, и этих, которые арестовывали, их было мало, и убивать, и все. Но здесь вот что кажется. Что некоторые люди правильно думали, что, а может быть пройдет, а я невиновен. И поэтому бездействовали. Почему коммунисты, имея опыт Тамбовского восстания казаков, когда они нагло грабили, убивали крестьян, все отбирали, те поднялись, стали защищаться. А здесь не было грабежа открытого. Скрывали, понимаете. И каждый мой отец, он имел два георгиевских креста, две медали. Он был в сербской дивизии добровольческой в 16-м году. И был смелый. И он знал, он предполагал, что его арестуют. Потому что он серб, был по национальности и участвовал в армии русской. И он в 36-м году уволился. Он был дежурный у щитка ГРЭС, где выключает. Он думал, что, значит, уйдет оттуда и останется, значит, его не будут преследовать. Но он ушел в другое предприятие, вакцинный сыворотский институт. И там его нашли. Сделали, что он отравитель, причастник к польской организации войсковой. Поэтому, что вот это, они не ожидали, что их будут расстреливать. Чтобы их участь такая постигнет. И поэтому вот это было бездействие. Второй вопрос к вам. Вот я обратил внимание. И вчера, и везде. Везде отмечают, что вы великий писатель. Все это правильно. Но нигде никто не отмечает, что вы участник отечественной войны. И вы как-то скромно об этом тоже нигде это и не говорите. Вот у меня такой вопрос. А вы имеете удостоверение участника войны? А, наверное, еще не получили. И льготы. И второй вопрос. Правильный вопрос. Вот Сербии. Там, конечно, трудно. Сербы всегда были союзниками России. Но вот интересно, что я недавно узнал. Мне написали оттуда. Что 16 апреля 1944 года американская авиация бомбила Белград. Бомбила населенные пункты. Вернее, жилые кварталы. И церкви. И церкви. И в этот момент погибло 1500 мирных жителей. И целое лето они продолжали эти акции. Бомбили Ниж и Лисковац. Ну, ни один населенный пункт Хорватии и Словении не бомбили. А бомбили только Сербию. Вот они мне задали в письме, она у меня с собой, вопрос. Мы не знаем, кто это инициатор и по какому приказу эти производились бомбардировки. У меня все. Спасибо за внимание. Я позволю, после... Сам скажи несколько слов. Да мне три минуты. Так, а потом еще у меня Бурматов и Николай. Александр Исаевич, я хочу сказать о том, что вот с 89-го года я в обществе мемориал. И вы знаете, было очень интересно, очень интересно. ГУЛАГовцы приходили в обществе мемориал. Рассказывали о своей судьбе, так сказать. Мемориал все это фиксировал, понимаете, так. А потом это все постепенно прекратилось. Сейчас единицы. Вы знаете, не прошел у людей еще страх. Люди живут под страхом. Вот недавно мы с Николаем Витальевичем Кащеевым, понимаете, разговаривали с одним уникальным человеком, который в управлении ГУЛАГа был. Хотя и заключенный, бухгалтером работал, понимаете, главным. Он все подноготную знает. И вот, ради бога, давай напишем, зафиксируем. Нет, боится, вы понимаете. Я не хочу его фамилией называть, потому что он, так сказать, под страхом еще живет. Симпатичный уже, ну, пожилой человек. И вот не упал еще страх у наших людей. Вот я сколько на каждом собрании, на митинге, везде, обращаюсь к людям, присутствующим. Если кто знает таких людей, направляйте к нам. Пусть не боятся. Ни КГБ, ни НКВД, все это уже прахом прошло. Коммунизм больше не вернется нам. Ну, КГБ, блин. Ну, а КГБ, да. Они еще сильные. А КГБ чего? Они сейчас, есть люди там. Я уверен, что есть. Не все, конечно, переосмыслили настоящую обстановку. Но есть еще. А вот пригодится. Вот где-то Успенский или Кощеев выступил там, или еще что-то. Давай-ка я зафиксирую. А может, когда-нибудь через 3-4 года пригодится моего. Раз это. Есть такие люди. Остались там. Но бояться их нечего. Я прошу вас, кто, так сказать, знает таких людей. Пусть не боятся. Приходят к нам. Мы с удовольствием, с распортированными объятиями будем принимать этих людей. Спасибо. Я позволю себе тоже вклиниться. Так потом приготовится Бурматов и Ханевич. Естественно, вот, видимо, вся жизнь какая-то была такая, что всегда хотелось как-то что-то рассказать Александру Исаевичу. Что такая возможность предоставиться, это было нереально. Тайное распространение литературы, когда наши малолетние дети таскали рюкзаки с книгами, а мы шли сзади совершенно, так сказать, и прятали их где-то. Когда нам в одной квартире говорят, что здесь нельзя их прятать, перенесите тут, убери отсюда книги, и я должен следить, чтобы они были в других. Так, значит, когда на допросах мне говорят, что вы и в деле в нашем, который потом достигло 17 томов, да, говорится о том, сначала вот Чернышев предполагалось, что он руководитель Западно-Сибирского центра, а потом Ковалевский, потом на Фасте сошлись, что он руководитель. Это все в деле имеется и хранится здесь вот. Значит, вот этот вот мемориал, который мы создали, который вот мы тут уже сказали, у нас мы разных взглядов, у нас мы далеко не всегда едины, но мы едины в том, что мы стремимся вот эту историю осознать. Я хочу несколько слов просто из разного немножко. Вот в 92-м году я был в информ-центре УВД Караганды. Так, значит, я прошу, покажите, как у вас лагерники, лагерники учитывались. Вот Карлак вот это вот, я пытаюсь знакомиться там. И вот Горецкий Виктор Васильевич, полковник, начальник, значит, подает. Вот, смотрите, вот такая картотека. Посмотрите, вот карточка. Я читаю. Солженицын, Александр Исаевич. Так, и все данные о нем. Так, а дальше он, вы понимаете, ну, каково, как это так? Москва забрала, вот у нас все лагерные дела здесь вот на месте имеются. А дело Александра Исаевича увезли в Москву. Вот это наша собственность, Карлага, вы понимаете, собственность. А ее отобрали и в Москву увезли. А я не знаю, может быть, там и сошли уже. Я не знаю дальнейшую судьбу. Но Карлаг потерял. Карточка только имеется на Александра Исаевича Солженицына там. Вот. А уж дело мне смогли только показать. Тут он следующее. Ну, покажите дело. Ну, Александр Леонидович Чижевский. Так, значит, вот тут я мог подробно рассказать. И с каким смакованием, там какие-то тонкости, как он там с женщиной встречается где-то что-то. Вот все это, вы понимаете, противное и так далее. Это его жена будущая. Так, но вот все это там хранится в Карлаге. Это у них реликвия. Так, вот все-таки это они в Москве не отдали. Значит, Чижевский на месте. Вот. Еще. Такие. Я был на похоронах матери, когда это. Значит, у меня здесь есть воспоминания матери. Она описывает 40 лет своих. И это сама, она пишет там обо... Вашей матери. Да, моей матери. Она пишет. Ну, а подробно читайте, Алексей, один день Ивана Денисовича. У меня все. Она пишет по-немецки. У меня вот сумка, значит, если вы позволите просто, значит, посмотреть тексты, они все... Вот лагерник мой отец вышел. 45 лет, тексты у меня все, они идут по-немецки. Это вот мне удалось, значит, в Казахстане, значит, тогда я без родителей, без призорников был. У меня при живых родителях мать была в Кировской области, отец был, значит, в это... На Северном Урале, а я в Казахстане. Так что очень... Я помню, мне рассказывали, что по советским законам муж с женой, муж с женой разрешается жить вместе. Так вот это вот, вы представляете, какие у пацана, оказывается, муж с женой могут жить вместе. Есть законы такие, так, а еще что такое мир, это мы тоже не знали. Значит, вы понимаете, что много хочется сказать. Значит, в настоящее время вся боль вот этого Нарыма... Я напомню, значит, из Александра Трифоновича. Здесь рядами по годам шли в строю незримом Колыма и Магадан, Воркута с Нарымом. Вы прибыли в Нарым. Это центр, Колпашево вообще центр Нарымского округа. Я очень жалею, что вас не удалось свозить туда, вас не удалось свозить на остров смерти, где погибло более 6 тысяч человек деклассированного элемента, так называемого. Что такое деклассированный элемент? Это дама, которая выходила из большого театра, скажем, после представления. При ней не было паспорта. Паспортная система вводилась 28 декабря 1932 года. И вот она вышла из театра без паспорта. Студент приехал к своей тетке из Тамбова и звонил. А он был без паспорта тоже. Я вот сейчас зайду, у меня паспорт дома нет. И так далее. И вот 6 тысяч деклассированного элемента там погибло. Значит, в прошлом году это мы, местные власти, нам дали баржу. Вот представитель Андрей Андреевич рядом стоит. С ним мы это делали. Значит, 6-метрового бруса, кедра, крест поставили большой на этом месте. И на барже старухи, старики. У меня воспоминания здесь в папках имеются. Я кое-что вам оставил в представительстве. Там имеется... Наталья Дмитриевна сказала, что пусть дождется. Все, что там лежит, все дождется. Вот. Значит, вот... Там... Ну, просто так. Это были люди, которые по всей стране вылавливались. И в конечном счете они оказались на Назинском острове. Это остров Назина. Это центр Советского Союза. Если вы посмотрите карту архипелага ГУЛАГа... Так... Значит... Не попалось сразу. Не надо ничего. Не важно. Значит, я не буду... Это центр Советского Союза. Считайте. Географически. Географически. В Томской области это легко видеть. Где это? Вот самый северный Александровский. И вот Назина. Так, Назина. И речка Назина. И мы там посмотрели и обнаружили бараки старые. Теперь это только метров тридцать длиной яма, так, и пять метров шириной. Нары, значит, направо-налево и узкий проход. Вход оттуда, выход туда. Значит, и вот такие остатки сейчас там тоже имеются, где их окончательно на маленькую речушку тысячи людей тоже помещали. Значит, я хочу сказать, что вот в настоящее время я просто так... Вот эти вот папки, это содержит материалы тех людей, вот эти вот папки, по алфавиту. Можно на любую букву любого открывать. Тут, правда, вот это вот наш самый старейший, 1881 года рождения, только недавно умер, значит, в 94-м году умер строитель Беломоро-Балтийского канала. Значит, я не буду, вы понимаете, что мы каким-то образом что-то охватываем. Вот эта вот боль, я могу показать списки, значит, расстрелянных Колпашево. КГБ вытащило, когда опубликовало списки, 1400 человек там расстрелянных. Я тут же просто так, понимаете, я просто ходил и спрашивал, ко мне приходили люди, это было тайно, это было... Когда я побывал первый раз на острове Назино, то потом следом мне уже потом рассказывали, у тех, кто со мной говорил, их вызывали и разговаривали. А что у вас спрашивал Фаст? Что он у вас выпытывал, Фаст? С Фастом было страшно, моего соклассника там таскали и так далее, потому что Фаст с ним разговаривал. Так, вот, значит, это вот, эти материалы, это боль нашей области, а здесь прошла весь БСС, да, бывший Советский Союз, значит, фактически через наш Нарын. Вот, ну, каким-то образом мы, вот эта вот историческая часть, у нас накапливается материал, так, он в каком-то сыром таком виде находится у нас. Но он у нас есть. Замечательно. Вот, я не буду больше говорить об этом, а предоставлю слово, потому что тут желающие есть. Пожалуйста, да. Сказать, я обещал Геннадию Ивановичу Бурматову дать. Геннадий Георгиевич, пожалуйста. Моя семья преследовалась в 1936 году, как враги, проникшие в колхоз. Это накануне 1937 года, значит, уже начали выбирать, выявлять врагов народа, проникших в колхоз. Но пока не знали, что с ними делать. По-хорошему, их надо было бы расстреливать, но их загнали тоже туда же, где Кулаков, то есть самые глухие наши болота. Моему отцу удалось выбраться и убежать в Латвию. Я вырос в Латвии. А теперь я считаюсь негражданином Латвии. Но людям подобным себе, я-то говорю так, сутку, что часть серьезной этой доли есть. Что придет время, когда и нам там будут предоставлять льготы, как репрессированным негражданам Латвии. То есть, все-таки, вот это вот самый нюанс, когда русские терпят какие-то тоже свои репрессии. То есть, репрессии по-латыни, это любое притеснение. Тем не менее, наш мемориал остается интернациональным, по духу, по направлению своей работы. Кадры научные, немцы, евреи, еще и старские времена. И потомки, их до сих пор живы и до сих пор сохраняют свою культуру. Они собрались в немецкое, еврейское, татарское. Татары у нас коренные жители, кстати. И наш мемориал. Польское, очень сильное общество. Литовское, конечно. Вот, женщина организовала литовское общество. Она корреспондент народной трипуды Томской. Все у нас, Сергей. Да, Татьяна Сергеевна Шрулова. Вильгельм Паст, это... Глава Совета Томских Женщин. Вот, Василий Антонович Ганевич, член польского общества, активист. Ганевич. Да, но я по-польски произношу Ганевич. Ганевич. Тогда Пан надо говорить. Пан Ганевич. Пан Ганевич. И позвольте вам донести это в масштабе именно старого Советского Союза и нынешнего СНГ, что мы поддерживаем со всеми странами, где имеются подобные общества. То есть мы активно поддерживаем с польским, с литовским, с латышским. К сожалению, у нас очень мало связей с молдавским, румынским. Но, тем не менее, мы желаем тоже, потому что у нас очень большие есть сведения о репрессивных из этих краев. Вот у меня цены. И болгары были у нас. Так, значит, у меня на очереди Василий Антонович. Я Александр Александрович, наверное, самый молодой мемориалевец. Родился в 1956 году, год осуждения культа личности. И он очень многое не знал. В отличие от Вильгенгеновича и других, я просто не имел возможности читать ваших книг. Икончил университет, преподавал политэкономию, был членом партии, той лошадкой партийной. И на многое мне открыл глаза именно мемориал. Когда в 1988 году, еще до Московского, я пришел, так сказать, на учредительную конференцию. Когда познакомился с Фастом, познакомился с Борисом Трениным, Борисом Павловичем. И тогда начал, в общем-то, занялся за небольшой кусочек. Это выяснение судеб поляков. Сам я по национальности потомок поляков. И с одной только деревней. Есть такая деревня Белосток в Томской области, основанная поляками. Родители мне раньше ничего об этом не говорили. И только с 1988 года, когда начал заниматься, я узнал, так сказать, то, что раньше скрывалось. О том, что буквально все мужчины этого Белостока были в 1938 году расстрелены. То есть был самый настоящий польский геноцид. И вот, так сказать, одна дочь одного из гластотцев, Мария Викентиновна, здесь присутствует. В общем-то, то, что как приходилось находить эти документы. Как разговаривать с людьми. Я написал книгу, и вот я вам, имею в виду, подарил ее. Ну, что хотелось бы сказать. О том, что вот, когда сейчас продолжаю собирать сведения о поляках, о репрессированных, меня начинают некоторые называть, в общем-то, польским националистом. Почему ты пишешь о поляках, о том, что ты, если о поляках пишешь, значит, не российский патриот. Вчера, будучи на встрече с вами, я еще раз убедился, что быть российским патриотом, это не значит быть только русским. Россия как раз именно многонациональное государство. А вас колпашиваются по национальности. И, если говорить о поляках, то после русских они в абсолютном большинстве больше всего понесли потери. После русских практически все были репрессированы. И это судьба всех сибирских поляков. Что хотелось бы сказать? То есть собрал очень большой материал. Мы сейчас создаем музей, который вы посмотрели. Но мы надеемся и хотим, так сказать, это создать музей. Но дело в том, что сейчас ситуация с поддержкой музейного дела, культуры, настолько тяжелая. Сейчас вот грядут сокращения финансирования. И если вот ваше слово в поддержку культуры, в поддержку музейного слова не будет услышан на верхах, я думаю, что это нужно сделать. Это первое. Второе. О том, что издано сейчас очень много законов различных о поддержке репрессированных. Но не верьте в этим законам. Эти законы куция. Они, если где-то действуют, то на местах практически не действуют. Та местная номенклатура, которая существует, она все эти законы деблокирует. И то, что мемориал делает по правозащитной деятельности, по просветительской деятельности, это вот, например, на примере нашей Томской области, наверное, единственное такое направление, которое приносит реальную помощь. И я думаю, что мы сразу считали, так сказать, вас и Андрея Дмитриевича Сахова своими духовными отцами. Наш, так сказать, мемориал. И надеемся, что и в дальнейшем, так сказать, вот эта помощь духовная нашему движению будет и дальше продолжаться, и мы... Да, контакты. И будем дальше существовать. У меня все. Спасибо. У нас... Так, Аврамчик, давайте Борис Павловичу, предоставим, чтобы он как-то скромно пытается... Борис Павлович, тренинг, тренинг, тренинг. Доцент университета, бывший декан исторического факультета, сейчас мы создаем музей. Я думаю, сегодняшняя встреча, вот, это какой-то завершающий штрих в создании, ну, некой гармонии, вот, я имею в виду, наш мемориал. Вот, начиная с 88-го года, когда наш мемориал создавался, мне кажется, вообще, Вильгей Георгиевич, одной из первых акций было, когда публично, вот, в зале политпросов, при присутствии очень большого стечения людей, выступил Николай Кощеев и зачитал наше, пожалуй, первое предложение. Вернуть гражданство и вообще вернуть обращение к Горбачеву Александра Исаевича в союз. И вот, я считаю, действительно, вы наш духовный отец. Вот, моя личная судьба, вот, я из, вышел из, тоже из семьи спецпереселенцев у матери по отцу, вот, воспитывался в детдоме, потом университет. И вот, пожалуй, судьбоносная встреча, это вот 63-й год, когда я открыл номер нового мира «Один день Ивана Денисовича». Вот, собственно, в судьбе собственной, в судьбе многих, я думаю, моих друзей, вообще нашего поколения, книги Солженицына, сам факт существования Александра Исаевича, он сыграл огромную, огромную роль. И вот эти, сколько уже, пять лет, я думаю, в работе нашего мемориала, Александр, вот, допустим, Николай Кощеев, он неустанно громит тоталитаризм. Я думаю, он немножко сам уже устал, надоело ему это делать. Вот, да. Результатов мало. И Нистовый наш Озерлаговец, Жорка Харби, Харбинец, тот, значит, вот. И вот, действительно, нам не хватало еще встречи вот с живым Александром Исаевичем. Вот она состоялась. Я почему? Мне вот, я счастлив. И вот я стою, вот смотрю на лица, да, мне даже не верится, что вот живой Александр Исаевич здесь. Что-то можно с ним рядом стоять, даже руку ему пожать, да. Ну, ладно. Вот. Я думаю, мы здесь делаем, я думаю, хорошее начали, не будем его делать, пока живы. И постараемся оставить и тем, кто за нами придет, чтобы они продолжили. Вот, Александр Исаевич, нам, может, действительно, как-то, какую, что ли, рабочую атмосферу? Рабочую, что ли, ситуацию заложить? Мы, действительно, сейчас собираем и будем продолжать собирать воспоминания. У нас неплохая подборка воспоминаний собралась. Коллекция писем, вот, воспоминания гулаговцев, спецпереселенцев, все это материалы. Ну, проблемы с изданием. Проблемы с изданием. Вот, может быть, вот вы говорили, я знаю об этой серии, вот, как бы, может быть, нам тут какие-то рабочие контакты бы наладить? Вот наши материалы все-таки, в том числе и с вашей помощью, вот тут наладить, сам их публикацию. Ну, и не только это. Я еще раз, вот, я уже вам об этом говорил, вот, и вот сейчас в присутствии здесь... Все-таки, да, Александр Исаевич, возьмите шест на нашем музее. Пол, да, умерял. Тонкий домет на толстую обстоятельств. Ну, да, ну, имя Александра Исаевича, он здесь побывал, да, оставил свои автографы, ну, и, чисто так, в рабочем порядке. А нам есть что сказать, нам есть что сказать. Ну, и еще, еще, понимаете, Александр Исаевич, вы не думаете, что вот мы только вот смотрим на вас и говорим, Александр Исаевич, сделайте, а мы вот вас просим, а вы об этом сделайте. Мне хотелось бы, чтобы вот встречи с нами, и не только с нами здесь, в Томске, уехали отсюда с уверенностью, что есть, во всяком случае, в Томске немало людей, которые не только ждут, что делать Солженицын, они готовы вместе с Солженицын это делать. Вот, и музеи, и не только музеи, дел много у нас в России. Поэтому вы знаете, что вы не один, здесь масса людей, которые в любое время, суток, они всегда вас поддерживают и пойдут вместе с вами. Действительно, ваш приезд сейчас в Россию, он нужен, он нужен России. Да, он для вас вдохновения. Вот, и вот немалая часть людей, которая сейчас достаточно как-то немножко отошла, разочаровалась, вот, и в перестройке, вот, в этих, так сказать, витиях, вот, в этих наших вождях, вот, которые оказались оборотнями и бесами, что называется. Вот, и России сейчас вот не хватает какого-то очень такого серьезного, действительно, духовного объединения. И вот мы-то свой мемориал, свою деятельность понимаем, но как деятельность, не столько политическую, мы постараемся гасить вот у нас политику, а именно вот работу по духовному возрождению. Вот, а духовное возрождение, понятно, невозможно без осмысления прошлого и настоящего. Вот, а здесь работы очень много. И вот мы готовы, мы выражаем, так сказать, свою готовность, желание вместе с вами эту работу делать. Все. Так, Александр Михайлович, значит, Абрамчик, тоже с самого начала в нашем мемориале. Да я, ну, я сейчас отошел немножко о деятельности мемориала. Я хочу, поскольку вас воспринимаю, прежде всего, как писателя, который, и что меня подкупает в вас, то, что у вас не выдуманные истории, вы пишете те эпизоды, которые реально в жизни были, понимаете? Я вот, к сожалению, мой отец умер 12 лет назад, но он мне много успел рассказать, вот, а какие-то вещи он даже мне замолчил, у него было чувство, так сказать, опасности, вплоть до того, что вот на фронте, когда я воевал, вот он чувствуется, блин, даже я, значит, раз, встает, отходит, и тут снаряд на то место, где он стоял, буквально, так сказать, падает и туда, глубоко в землю врывается, где-то там взрывается. Какое-то чувство опасности было. И вот его родители, раскулачили, так сказать, его родители, это деревня Панкратовичи, Бобруйский район, Могилевская область, Белоруссия ныне. Вот, а родился он в 1908 году, это, значит, на 10 лет он старше вас был, и работал землемером, он видел всю эту коллективизацию, писал даже письмо Сталину, сбросил, не подписался, естественно, сбросил на какой-то там станции, на этой самой, ну, он еще верил тогда, что Сталин может что-то изменить, вот, а потом, потом, значит, когда стали курачить родных, вот, родственники в деревне сказали, сегодня ночью придут вас брать, давайте мы, говорит, он, мой отец работал уже в Пермской области землемером, а вот, вот, двое его сестер вот здесь на фотографии, они, значит, жили вместе с родителями, еще не были замужем, вот, и родственники сказали, давайте мы вас в лесу схороним, одну ночь переночуете, на станцию идти не надо, там уже стоит охрана, ждет, кто бежит, поэтому мы вас отвезем следующую ночь, не в эту, не на эту станцию, а через две станции и дальше, там посадим на поезд, там нет охраны, и вот они поехали искать его в Пермь, в эту, в землемерную, в геологическую экспедицию, все, и получилось так, что, значит, на какой-то промежуточной станции, 31-й год, на промежуточной станции выходят, они пошли в буфет что-то купить, потому что у них денег совсем немного было, и вдруг слышат голос, пиво без очереди не отпускайте, а не Федя, это не мой отец, это другой брат, это вот этот Федя, а мой отец вот этот, Федя, его голос, вот, как же это самое, раз скорее, значит, туда сквозь очередь пытаются, они не скорослые все, значит, пробрались, Федя, ты как здесь оказался на станции совершенно случайно, так сказать, на какой-то там промежуточной, вот, вот, а я, говорит, поехал к родителям, да тебя, говорит, то есть тебя схватят, если ты приедешь к родителям в деревню, а Федя работал в Свердловске, и, и давай скорее, скорее, мы, говорит, к Николаю едем, это моему отцу, вот, у нас, говорит, билет только до Перми, больше денег нет у нас, ничего нет, вот только, и он, говорит, так он сейчас не в Перми работает, его перевели в Ачор, в другой город, так сказать, в другое место распорожения, и вот совершенно случайно, так сказать, в какой-то день, то есть совершенно случайные обстоятельства, ну, один раз из миллиона или еще ли что-то, и вот они сфотографировались, это 10 июня 31-го года, вот эта фотография, вот оригинал, у нас еще копию есть, а потом в отца в 32-м году забрали в действительную службу в армии, и вот в Дальневосточной армии он служил, об этом я никому, даже своим товарищам, за мемориалу не рассказывал, вот, но это может быть послужить как-то, может быть эпизодом, какие-то для дальнейших, и вот он служил сначала первый год наводчиком на броне поездах в Дальневосточной армии, это армия Блюхера, а потом, значит, наводчиком главного орудия, вот, а потом, поскольку у него был каллиграфический почерк, перевели его, сейчас это называется секретчик, а тогда старший писарь, назывался Рагона, штаб армии, вот, но они долго сомневались, брать не брать, вот, и работая там, тоже случай совершенно уникальный, может быть единственный, он, естественно, запросили документы в место жительства, и там пришла бумага, и эту бумагу он принимал, старший писарь, он, так сказать, естественно, ее не стал регистрировать, он там как-то ее вскрил, там, над паром, или еще как-то вынул ту бумажку о том, где было написано, что кулаки родителей, распулачены, вышланы, что там гад такой-сякой, написал другую, взял яйцо крутое, я даже старого спросил, перекатал печать и сделал это самое, печать на другой, так сказать, по фальсивным документам, вот, ну, он много, он, когда воевал уже на фронте, его второй раз призвали уже, ну, буквально он здесь, в Томске жил, краткосрочное курсо-шестимесячное арт-училища прошел, пошел на фронт, я, короче, вспомнил ваш один день Ивана Денисовича, вот там командир вызывает, и этот, я отличник, боевую полети, загребанец ты, а не отличник, вот я этот эпизод, я до сих пор помню, и, ну, хочу сказать, что есть уникальные случаи из нашей жизни, и ваш приезд, он стимулирует, что ли, нашу память, мы же, вот, кто на участке там работаем, кто там заняты повседневной текущей работой, и, если вы почаще приезжать будете, мы все-таки будем... Я думаю, я думаю, друзья мои, что каждый здесь присутствующий может рассказать много личных историй, просто повторять здесь личные истории, к сожалению, мы лишены возможности по времени. Тут были выступления существенные, на которые я должен отназваться, может быть, еще вы кому-нибудь дадите, но не просто перекладывайте свои истории, мы знаем, то есть, мы знаем, что у каждого это много есть. Александр Исаевич, я что хочу сказать, потому что Вильген Генридович Фаст, Нина Поликарпина, о своей деятельности, то, что они делают, они просто, видимо, постеснялись вам сказать, а я хочу высказать. Во-первых, вся область знает о том, что Вильген Генридович Фаст является председателем комиссии жертв политических репрессий при Белом доме, там, так, хотя я тоже членом этой комиссии являюсь. Но дело в том, что благодаря Вильген Генридовича, так, он скорректировал закон и постановление правительства от спецпереселенцев. Ведь сейчас большое количество, десятки тысяч людей получили реабилитацию и пользуются кое-какими льготами. Правда, может быть, они небольшие, там, снижение квартирной платы, если там бесплатный проезд по городскому транспорту, ну, это льгота все-таки, так, 50 рублей стоит сейчас проезд на автобусе. Так, вот их такая вот работа, они постеснялись себе сказать. Теперь Нина Поликарпина, она, она, понимаете, ну, неутомимый человек, понимаете. Я первый раз такую женщину встречаю. Вот здесь сколько женщин, сколько женщин здесь есть, они бы за это дело не взялись. Вот давали нам гуманитарную помощь, так, по полтонны сливочного масла. Здесь еще музей у нас не оборудован был. Где его выдавать? На девятый этаж, квартира, Нина Поликарпина разрезает, вешивает, звонит, спишет. Пожалуйста, приходите, бесплатно получите 2 килограмма масла и так далее. Это же надо этим заниматься. Это... А? Что не так? Нет, все так. Нет. Ну, понимаете, вот. И мы должны быть им благодарны все, понимаете, вот. А теперь вот, Каневич говорил о том, что законы не выполняются. Действительно, законы не выполняются. Вот Вильгельм Кеневич сколько пытался, чтобы не установили телефон, нам женой крайне необходимо. Я после тяжелой операции, она сейчас вот лежит у меня, у меня эти, больная. Так, теперь Кандыба вот тоже пытался по правам человека. Бесполезно. А вот на моем доме, пожалуйста, объявление за полтора миллиона, пожалуйста, не ставят. При соответствующей пенсии наших... Александр, сколько вы оцениваете кулаков было? Миллионов 20? Я считаю, что всего, то есть, считая членов семей, 15 миллионов было сослано для расплачивания. Половина погибли. А? Половина погибли. Не может не больше. Вот откипевать кулак, все было потрясающе, про кулаков вы мало там сказали. Но все-таки именно там много сказано, я не знаю. Я написал, что мог, я думаю, что с силой написал. А собрать материалы вы понимаете, что я ведь не собирал, в архивы меня не пускали. Прямо приезжаю в архив, меня запрещают, Солженицын нельзя. Значит, я к документам отношения не имел. Я это создал вещь до всей документации, которая сегодня собирается. Но она прорвалась на весь мир, прокричала и сделала взлет. Вот очень жаль, не принесли карту, поселка в Томской области. Там, знаете, вот Петрушка поставить негде. Сохраняйте вы, это вы сохраняете. И все, сейчас ничего этого нет. Так, сейчас... Может быть, тогда я думаю, что я немножечко отзовусь на то, что было. Да, мы, естественно, полностью по желанию Александра Исаевича. Тут у нас было несколько еще записавшихся. Я просто не знаю. Дмитрий Ильич, предваряю Александру Исаевичу, у меня один вопрос. Александр Исаевич, я еще историк, я уже говорил об этом. И вот у меня где-то с 1985 года постоянной темы даю. Историческая концепция Александра Исаевича Солженицына. И вот у меня такой вопрос. Вот вы один из первых, во всяком случае, я знаю. Для меня один из первых. Поставили вопрос не так, как, скажем, он начинает с 20-го съезда. Сталин там плохой, а Ленин хороший. А вот вы с самого начала вопрос поставили ребром. Режим приступен с самого начала. Вот с самого момента своего возникновения. Вот у меня, мне просто самому интересно. Вы все-таки кончили советскую школу, вот, прошли там армию и комсомол и так далее. Вот, когда у вас, и под воздействием, так сказать, каких факторов, там, событий, вот когда вы, для вас стало очевидно, ясно, что преступники, вот они появились уже в 2017 году, захватили власть. И уже по определению, вот все это и произошло. Мне это очень интересно, поскольку мне... Друзья мои, я, конечно, я глубоко тронут сплоченностью вашей работы и тем, что вы так неутомимо при невозможнейших финансовых трудностях создаете и этот музей, и поддерживаете связь друг с другом, и накопляете материалы, всякого рода материалы, мемориальные, и с географическими доказательствами и указаниями. Все это очень глубоко трогает, радует меня. И действительно, мемориалы такие работают не во всех местах, но во многих, с разной степенью интенсивности. Я ознакомился и с другими, например, с Хабаровским. У них своего рода работа. Ваша, пожалуй, на очень высоком уровне. Наш фонд имел возможность с вами уже работать некоторое время. Жена моя, руководительница фонда, Инна Поликарпина, знает, и Геннадия Георгиевича, и о вашей работе, и о том, как вы друг другу помогаете. Это замечательно. Здесь говорили, наконец, не надо бояться. Ну, совершенно правильно. Ну, наконец, не надо. Ну, пугали нас 70 лет. И я понимаю тех людей, которые сегодня боятся рассказать. Жаль. Умирает память народа. Уйдут они со своей памятью, скроют, сами не знают зачем. Убеждайте всех, не надо бояться. Да, КГБ есть в другой форме. Да, они продолжают нам мотать дела, следствия, всякие случаи, досье собирают. Но если мы не перестанем бояться, если мы не распрямимся, мы никогда не станем народом и ничего не добьемся. С этим я совершенно согласен и поддерживаю это. очень было для меня интересно услышать выступление о том, как у вас сам термин «правозащитники» менялся. вот я это считаю чрезвычайно плодотворным и сам для себя замечаю как очень важный опыт. Действительно, так называемое диссидентское движение, возникшее на базе двадцатого съезда, оно хотя как будто бы по видимости, то есть оно преследовалось властями и как будто по видимости себя им противопоставляло, но оно не противопоставляло им, потому что они говорили «выполняйте ваши законы». они вышли все из идей двадцатого съезда и только. Ничего большего, как выполнение советской конституции они не требовали. Конечно, властям и это было не посильно, но это было очень узкое движение, а оно кончилось. И кончилось тем, что самые активные его участники просто эмигрировали и этим показали, что с Родиной, собственно, они не связаны. Они уехали добровольно. И там пошли по разным стезям и не всегда благовидным. А вот то, что у вас правозащитничество, это тоже уже немножко затасканное и неопределенное слово, стало приобретать точный характер защиты прав малого человека сегодня, это великолепно. Вот в этом направлении я очень поддерживаю вас двигаться и я выношу опыт из сегодняшнего нашего собеседования, вот этот опыт, для того, чтобы его по возможности о нем говорить, рассказывать и внушать, чтобы это было в другом месте. Ибо сегодня дело, мы обязаны сохранять память о политических репрессиях, мы обязаны сохранять память о тех жестоких десятилетиях, но на одной памяти, нужна память, но на одной памяти не проедешь. Нужно вкладываться в сегодняшний день. А сегодня малый человек не имеет никаких прав, лишен всего. Демократии никакой нет, все это болтовня. И сегодня защита каждого человека, и так, как здесь Кандыба проводил защиту ряда отдельных людей и выигрывал дела, это геройский поступок. Это нужно делать. Когда я призываю к тому, что нужно расти, нам наращивать демократию снизу, и говорю о правильных выборах, о территориальных объединениях, о профессиональных объединениях, и о объединениях для отдельных целей, так вот, объединение для таких целей, как защита права маленького человека, это перспективнейшая вещь, и она наиболее досадна тем, кто давит, кто продолжает сегодня давить самодеятельность и жизнь. Я очень это приветствую. Теперь по отдельному... Тут меня спросили, как я смотрю на то, чтобы напечатали списки агентов, агентов, органов. Я, конечно, за это был и есть, но считаю это безнадежным. Даже уже как-то... Все уже махнули над рукой и даже так говорят, что это внесет раздор в общество. Наоборот, это внесло бы очищение в общество. Ибо люди должны были бы устыдиться и сказать о себе что-то, и раскаяться как-то. Может быть, это послужило бы толчком к раскаянию. Несчастье нашего общества, что у нас раскаяние не началось и не произошло, и, боюсь, не произойдет. А если не произойдет, то будет смрадная духовная атмосфера еще долго-долго. Даже когда мы станем на ноги экономически, даже когда мы начнем жить и деятельность, духовная атмосфера будет мрачная, и молодежь наша будет все время брать с этого пример. Делал подлость – хорошо, тогда процветаешь. А зачем? Почему бы не делать подлости? Почему бы не воровать? Почему бы не угнетать других? Да, это очень нужно, но при нынешней ситуации я не вижу, что бы это удалось сделать. В одной Чехии удалось это сделать в какой-то мере. Только в Чехии. Это и в Польше сдавили, и этого нет ни в Венгрии, ни тем более в Румынии, в Болгарии нигде этого нет. Да, это было бы очень нужно, отвечаю на этот вопрос. О том, что патриотизм и демократизм на самом деле должны бы сливаться и быть близкими понятиями, я совершенно согласен. Потому что демократизм – это и есть власть народа, а патриотизм – это и есть любовь к народу. Но в уродливых московских идеологических условиях, перекаженных совершенно условиях, эти два понятия стали противоборствующими, враждующими. И демократы всякое проявление патриотизма клеймят каким угодно образом. Национал-патриоты, коммуна-патриоты, фашисты – как угодно клеймят патриотизм. А патриоты, наоборот, клеймят демократию, всячески искажая и ее, и тоже в корнях, не понимая, что на самом деле это ложное противоположение. И оно обессилело московскую интеллигенцию. Я вчера об этом говорил на встрече, кто был. Вместо того, чтобы использовать гласность, для того, чтобы, наконец, освобождаться от коммунистической власти, две группы московской интеллигенции со стременением, с ненавистью кинулись уничтожать друг друга и делали это несколько лет, и по сегодня это делают. И мне, откровенно говоря, уже заранее душно вступать в ту атмосферу. Я знаю, что я в нее вступлю. И все считают, вы с кем, вы с кем, вы с кем. Никак не могут, они никак не могут разобраться, что здесь нет деления. Не могут разобраться. У них абсолютно пристрастная, партийное, мстительное чувство у обеих сторон. Мучительно. Это мучительно. Спрашивали тут меня о Хорватии. То есть кто-то сказал о Хорватии и Сербии, о том, что бомбили союзники Белгорода, Хорватию и нет. Не знаю, точно так ли, но сейчас, в нынешних условиях, вот сегодняшних, западные страны показали свое определенное сочувствие к католической Хорватии и определенную враждебность православной Сербии. Я об этом говорил. Я считал, я в последнем интервью в американском по поводу этого меня спрашивали, я сказал, в общем-то, все три народа, все четыре там народа, которые воюют, все эти народы несчастные народы. Они жертвы. Во-первых, Титовской клики, которая создала невыносимые, несуществующие границы, областные, административные, которые не соответствуют никакой этническому расположению. Они создали дикое расположение, как и у нас создали, и мы страдаем от этого же самого. Наша банда и та банда. Но руководители западных держав, я сказал, и это там напечатано, весьма авторитетно в журнале, разделяют с Тита вину за сегодняшнюю кровавую баню на Балканах. Разделяют, потому что с безумной поспешностью в 24 часа они спешили признать ту же Хорватию. Совершенно не разобравшись ни в чем. Сразу их присоединили к Хельсинской декларации. Нерушимые границы. Какие границы? Хельсинская декларация о нерушимости границ государственных. И то это настоял Брежнев для того, чтобы захваты коммунизма удержать. Но административные границы, нарезанные коммунистами внутри, без ума или со злым умыслом, никак туда не относятся. Они поджигали эту войну. Они ее хотели утешить, и они теперь в бессилии, не знают, что с ней делать. Руководители западного мира очень гордо себя чувствуют после конца холодной войны с Советским Союзом. Америка считает себя господином мира, не представляя и не понимая, а я их предупреждал об этом, что в мире растут силы и силы и силы, с которыми вы в 21 веке не справитесь. И еще будете искать союзничество с Россией. Они говорят, это загадочно. Я говорю, загадочно для тех, кто не видит вперед. А видели бы вперед, где они потерпели поражение? В Сомали потерпели поражение. В Балканах ничего не сделали. И в Руанде, и в Рунде ничего не сделали. Во Вьетнаме давно проиграли. Они нигде в маленьких странах ничего не могут сделать, эти великие державы. Ничего. Потому что 21 век будет ужасен. Растет численно, количественно, а скоро будет иметь ядерное оружие Третий мир. И как это обернется? Ну, это вопрос. Я лично, однако, должен сказать, что Россия не в силах вмешиваться в балканские вопросы. Мы на этом вмешательстве потеряли и потеряли. Сколько войн мы вели, и все потом проигрывали дипломатически. И самая страшная война 2014 года, которую мы повели, опять же из-за Балкан, и опять же на этом и Россию потеряли. Мое мнение, как бы мы не сочувствовали тому, что происходит на Балканах, русского вмешательства быть не должно. Мы должны забыть об этом. Мы должны со смирением понять, что мы сами своих сил не можем собрать. Мы 25 миллионов потеряли в так называемом СНГ. Нам надо спасать то, что делается русских на Украине, в Казахстане, в Белоруссии, по крайней мере, и забирать беженцами из-за Кавказа и Средней Азии. Хватит нам этих задач надолго, на многие десятилетия. Спрашивали меня, от чего я, участник ли я Отечественной войны, почему не получал удостоверение. Да есть у меня это удостоверение, капитан запаса, все это признано, и медали, и ордена, все это мне возвращено. Так что мне нечего восстановить. А удостоверение реабилитированного вы получили? Да, конечно, давным-давно. Реабилитированного это я получил еще в 56-57 году. Нет, а удостоверение, это вы справку получили? Да еще удостоверение. Удостоверение участника Отечественной войны у меня есть, это мне беспокоится. Есть. Да. Спрашивают, как издание воспоминаний. Я вам скажу, объясню. Издательское дело в разгроме сейчас в России. Не всякие мемуары и даже вообще в нормальных условиях могут быть изданы. Некоторые написаны так, что их читать трудновато. Некоторые не достойны печати, но достойны существовать. Мы установили в 77-м году Всероссийскую мемуарную библиотеку. Мы ее сейчас перебазируем в Россию и будем собирать воспоминания дальше. У нас сейчас более 700 воспоминаний, некоторые по тысяче страниц. И не только на русском языке, и не на русском есть. Кому-то это надо переводить. Многие воспоминания перепечатали на машинке, потому что они бледным старческим почерком написаны на страницах, что прочесть уже нельзя. Эти мемуары мы все создаем для того, чтобы Всероссийская мемуарная библиотека, когда она будет обоснована в одном из городов России, она будет доступна для всяких исследователей. Будет каталог разнообразный. Люди будут приходить и говорить, вот я сейчас хочу читать о Нарыме. Им говорят, такие-то, такие-то воспоминания, такие-то страницы. Я хочу читать о таком-то человеке. Вот он вспоминается в таких-то воспоминаниях в такой-то странице. Я хочу читать о таком-то явлении общественной жизни. Оно упоминается там-то. То есть, работа для исследователей. Но, конечно, даже те, что 750, что у нас есть, и те тысячи, которые придут, когда мы начнем собирать по России, обещать, печатать это нельзя. А вы должны сами у себя тоже собирать. Собирать память когда-нибудь, даже если в таком виде она будет существовать, то она уже сработает, она уже поможет нам восстановить нашу историю. Брать ваш музей замечательно, значит, но брать шефство в нашем музее в друзья мои мне совершенно не посильно. Я сейчас вот уже исписал сколько рассказов людей о сегодняшнем дне, о сегодняшних бедах, и еще буду дальше продолжать. Все это я систематизирую по темам, и мне надо на кого-то повлиять, кого-то убедить. Когда я поеду в Москву, на меня встретится лавина встреч, лавина задач и убеждений. Мне невозможно брать на себя такие частные задачи. спрашивают откуда я, когда я сформулировал и понял, что этот режим от начала преступен. Собственно говоря, вначале это удалось мне без труда, потому что наша семья так всегда думала и меня воспитывала с малых лет. Но в комсомольское время, в конце школы и начале университета меня задурили задурили диалектическим материализмом. Я от этого отошел. На несколько лет и даже в годы войны, хотя в годы войны я понимал, что Сталин преступник, но вместе с тем все-таки еще систему я не опорицал. Недостаточно знал о репрессиях, которые меня миновали, хотя в 1937 году я, например, мальчишкой первый раз голосовал в 18 лет, дали мне бюллетень, в бюллетене написана одна, конечно, кандидатура, некий Григорьев, начальник НКВД Ростовской области. Я зашел в кабину и вычеркнул его. Я не знал, что все это анализируется. Чуть-чуть можно там какой-нибудь след дать, малейшие могут найти. Я знал людей, которых по бюллетеню арестовывали, по бюллетеню, которые... Ну, мне сошло благополучно, вот так зачеркнули и все. Нет, а, конечно, в лагере, в лагере меня просветили просто с первых месяцев. С первых месяцев я представил это все, и поэтому я все время, и почему я с диссидентами спорил, потому что они 20-е съезд этот возносили, а я говорил, преступен режим от самого начала. И сегодня приходится спорить, и вот на каждом, на каждой встрече, которую я проводил, я уже второй десяток их провожу по Сибири, на каждой встрече мне выдвигают события 3-4 октября в Белом доме, и почти не говорят о 70-летнем уничтожении. И на каждой встрече я должен вам напомнить, да, конечно, это безумная глупость, что в августе 91-го года мирно-мирно не распустили этот напуганный Верховный Совет, все было бы, они бы слова даже не пикнули, развели это самое противоборство на полтора года, противоборство, когда власти исполнительные, законодательные забыли про Россию, совсем забыли, только друг друга как уничтожить. Полтора года Россия разваливалась, все разваливалось, начали уже республикам, и та, и другая страна давали все льготы, подкупали их голоса, края стали объявляться республиками, Россия разваливалась, еще бы эти два козла стояли на мостике еще немножко, и Россия развалилась бы в неделе на области, в неделе. Ну как можно этот жестокий случай, где погибло 200 человек, этот жестокий случай, как можно его сравнить с 70-летним уничтожением 60 миллионов. Люди задуренные, они просто не видят дальше своего носа. Ну что могу сказать? А если бы оба стояли, то России бы не осталось, понимаете, России. Несколько недель осталось, и мы бы стали распадаться. Уже бы Томская область, была бы отдельная республика, все, там, не считайте вообще Москвы, уже все. Вот тут кто сказал Московское государство. Да, вот было бы Московское государство, Московская область. А о том, что на Минклатуре осталось, так я это и говорю. Конечно, осталось. Совершенно правильно. Что люди задавлены? Задавлены. Правильно. Вот как мы из этого выйдем? Вопрос. Но Россия, по крайней мере, не распалась. По крайней мере, нам только 25 миллионов спасать, а не все 138, понимаете? Вот нам что грозило. Шло прямо, прямо то, пожалуйста, Татария, Калмыкия, только голосуй за нас, а мы все тебе дадим, все дадим. Вот только бы уничтожить друг друга, вот только как-нибудь друг друга уничтожить. Это слепота. Московская дуэль, Московское облако, политическое, оно заражено взаимной ненавистью, и оно не чувствует бед России, понимаете? Они ведут республику, реформы по своему плану, по догме. У них такая же догма, как у Ленина была. У Ленина была догма коммунизм, а у них догма рынок. И они не видят, что народ нищает, что миллионы остались без сбережений, что не на что хоронить, что нечего есть, что гибнет молодежь. Им этого не видно, они только друг друга видят, понимаете? Только друг друга. Ну, я, пожалуй, больше говорить не буду, я уж и так много говорил. И время наше исчерпано. Я хочу вот что формируется. Саша, не надо. В каждом городе вам такой вопрос задавали. Я вот историк, занимаюсь теместной темой. Как вам все-таки Томск показался? Ну, я не берусь сказать, потому что я слишком мало был. Ну, как я могу вам сказать? Это слишком. Так, мы кончаем сейчас. Я думаю, чтобы нам спокойно кончить некоторый порядок. Во-первых, я хочу извиниться перед теми, кому слова не было, да, но у меня здесь записавшиеся есть. Я думаю, что это, ну, прошу не обижаться буквально. Здесь Чернов у меня, Крюков, так, Антон Болеславович. Да, да, да. Значит, ну, я, прошу прощения. Наверняка, если бы у нас еще два часа было, то, наверное, так же трудно мы бы расходились. Совершенно. Да. Значит, и еще позвольте, ну, Александр Исаевича глубочайше поклониться и поблагодарить за то внимание, которое он нам уделил. это неимоверно. Это неимоверно. И для нас это как-то и объединительно, и вдохновительно, и все. Значит, ну, живем вашими произведениями, живем, а вы нам поможете получить то, чего у нас нету. Из произведений. Надо постараться, чтобы вы получили красное колесо. Красное колесо объясняет всю историю 20 века. Минуточку еще. Минуточку, я тебе... Мы хотели похотографироваться с вами. Пожалуйста, находим памятник. Пожалуйста, поем, поем. Еще одна вещь. Значит, сейчас мы в узком кругу, так сказать, в соответствии с машинами уедем в церковь, но перед этим еще посетим значит, мемориал, пункт, пост номера 1. Вот. И оттуда туда. А теперь сфотографируемся. Александр Александрович, сейчас уже... Так. Мой брат, это самый, родившийся в ссылке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!